Добро пожаловать на наш канал! 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 и справа, сразу справа, росло несколько огромных тополей. Однажды, это было давно, лет 15-20 назад, я вижу тополя лежат спиленные, и хозяин на травах это режет, пилит на чурки. Я подошел, а у меня есть такая манера, я ничего плохого не имел в виду. Мне иногда, я говорю, даже не задумываешь, знаете, что я ему сказал? Я говорю, ну, вот вы спилили тополя, да, разрешение вы кого-то спрашивали, он говорит, нет, а зачем? Я говорю, ну, сейчас приедет экологическая полиция, и вам придется дом продать, чтобы заплатить штраф. Вот. Дальше он пилить перестал, но спилил 3 или 4 уже было спилено, на другой день туда расследований было. Ни веточки, ничего. Вот. Ну, в общем, естественно, никто не приехал. А что было потом? А потом на этом месте выросли яблони, но это не настоящие яблони, а как бы, вот, они выросли из ничего. О, вот, голое место было, тополя росли. Без освободилось, и вот подарок мне и вам, вы думаете, где я беру теперь эти, на семена. Вот они. Вот. Я их называю, ну, получается, лица средняя между культурными и дикими. Вот. Я выбираю тут их еще десяток. Я выбираю часть из них, которые я вижу, что имеют правильную форму, я называю их оккультуренная сибирка. А которые имеют неправильную форму, я называю их одичавшими ранетками, полукультурками. Ну, нетрудно догадаться, откуда семена взялись. Вот. Тут же лесорядом дикий. Вот. До диких этих, здесь метров пятьдесят, педокультурных тоже метров пятьдесят. Результат налицо. Вот. Вот это одна из картинок. Вот. Вот это вот я уже показывал вам не раз, но помните, я говорю, вот цвет карабец, это заказательство, что я со свой участок снимал. Вот крыша белая, это соседский этот, а это абрикос посажен двумя руками. Вот. Ну, принцип мой, знаете, будешь формировать штамп, потеряешь дерево. Вот. И причем уже такое было, рядом два дерева справа были уничтожены человеком, который считал себя специалистом. Вот. И угробил их полностью, я про это рассказывал не раз. Вот. Каким чудом я это отстоял, это дерево, я уже сам не верил. Вот. Почему я его показываю? Есть два способа. Первое, это дай ему спокойно расти, не просто расти, а она отблагодарит, если его не калечит. А вот это вот, я у меня сейчас, я заходил неделю две назад в библиотеку и набрал вот такую стопку, вон они лежат, это самое, вот такую стопку, опять же, эти журналы, представленные, у меня с ними был конфликт страшный, вот, страшный конфликт, и я про это тоже не раз рассказывал. Вот. Потому что для них самомусль невыносимо, что они оказались, так сказать, в моих глазах и под моей шариковой ручкой, они оказались людьми, которые учат всю страну не сажать деревья. Так. Не всегда, но часто. Вот. И я их оставил в покое лет восемь назад, шесть-восемь лет назад я их оставил в покое. Вот. И они меня тоже, я их, тут никого не трогаю, они там никого не трогают. А тут смотрю, все эти, я записан в четырех библиотеках, трех из них в этот журнал уже не выписывается много лет. Вот. Ну, ссылается в то, где-то финансирование. И вдруг я нашел 19, 20, 21, 22 год, я нашел, буквально две недели назад, уже без всякой надежды, в журнале, в СИЗО, в поселок СИЗО, я спрашиваю, без всякой надежды. Они говорят, да есть у нас. Вот. Ну, правда, в 23-й год перестали выписывать, опять у нас все равно нет. Но эти почти свежие. Я тогда думаю, ну, на каждом вебинаре по чуть-чуть. Если буду шашкой махать, ну, тихо-тихо. Вот, чтобы людей не распугать. Значит, формировка уже, человек, который я очень уважаю, невероятный человек, невероятного опыта, невероятных достижений. Сейчас я скажу, почему я не говорю его фамилии. Вот, потому что все равно же найду к чему придраться. Итак, колновидные яблони, его лучшие в России. И, так, теперь, вот же его слова. Верхушка колновидный часто подмерзает, затяжный рост. Вот, хорошо, что он это признает. Потому что, считаешь, их в средней полосе России, в Урале, Белоруссии, в Урале, Южной Сибири, и на Дальше Высоке, их даже пробовать не надо. И никаких шансов. Потому что все равно остается тот же принцип. Привать на карликовое наклоновое подвое. То есть, это главный недостаток, который исключает все остальное. В частности, будущее исключает. Вот. А почему я это... Видите, я его не отрогаю. Наоборот, говорю, человек выдающийся. Он придумал новую форму, называется шарообразная. Вот, видите, шаровидная крона. Формирует определенная софта. Многие колонны не дают шаровидной кроны. И такого бельного подвешения. То есть, он придумал еще одну форму. Ну, сказать, что он придумал. Ну, кто из нас не видел вот такой метровый штамп. Ну, а потом уж разрастается, как хочет. Может, шаром. Может, как захочет, так и растет. Ну, шаровидная это, скорее всего. Ну, наверное, он заметил, что при такой этой получается достаточно хорошего урожая. Почему я считаю, вот я сейчас... На девушку не смотрите. Смотрите вот на эти длинные штампы. Вот. Вот так вот смотрим. Все, девушку включаем. Смотрим на штампы. Итак, значит, почти метровый штамп. Так. Значит, я как металлур, как почти физик, почти химик. Вот. В институте, в школе проходили. Итак, здесь примерно одна десятая атмосферы. Лишнее надо преодолеть сопротивление. Атмосферное давление. Заметьте, я же не говорю о том, что здесь могут быть множественные раны, которые потом начнут мерзнуть и перекрывать сосуды, вмешать сосуды. Но даже если это не так, и прививка идет отсюда, то вот эта часть, она требует, чтобы сюда поднимался против воли раствор. Долго, долго, нудно, и сюда достается гораздо меньше, чем если бы они были привиты. Значит, я, хоть прочитал с удовольствием его статью, со многим согласен, выражаю на лицо. Вот. На девушку не смотреть. Значит, выражаю на лицо. Но я бы провел такое сравнение. Я остаюсь тем же, ну пусть это не яблони, вот я стою тем же самым проповедником низкостамбовой культуры, а при прививках генетически отсутствует штамп, его нет, и он может быть сделан только с помощью нанесения ран на штампе. Вот. То есть его можно сделать только искусственно. А прививок вообще его нет и не может быть. То есть ветки растут от самой земли. И вот тогда я сказал себе, а если взять, провести эксперимент, вот как, эти должны заниматься институты. Сотни вот так, в этот же день, эти такие же подвои, такие же привои, все одинаково. Вторая сотня садится и прививается у земли, у самой земли. Ну, сказать что-то по железу, не я первый придумал. Но я главный пропагандист. Прививать нужно вот здесь. Ровно столько, сколько позволяет пальцы, потому что, бывает, уже упираешься пальцами в землю, чтобы сделать средство свой или расщеб. практически в корневую шейку. Вот. И попробовать через несколько лет решить, где будут какие вырожаи. Причем я уверен, что вот эти, из-за своих недостатков, они уступят сильно-сильно. Потому что мои привитые в земле будут, даже если это будут клоновые, они будут лучше развиваться, они будут больше урожаи давать. А если еще и третьи сотни посадить, все то же самое, но прививка у земли плюс еще не клоновые подвое, а сельцевые подвое. Ну, тут все, ребята. А промежуточный вариант тоже клоновые, но выращенные деревом самим. То есть, корневые отводки. Вот. Это сделанный рост почти такой же, как тут. Ну, покрупнее, конечно, но все-таки это. А сельцы, это уже на крайний случай. И вот тогда корневые отводки, и тогда окажется, что вот эти вот худшие рта, а это я считаю, покажут вот эти вот сорта. Ну, что я вижу, что вижу. Вот. Допустим, возьмем справа дерево. Шикарный вырожай. Раз, два, три, четыре, пять. А ведь это же рекламная фотография. Идем дальше. Не знаю, я ворчу, ворчу, ворчу. Похоже, хорошо брата нет. У меня бы же язык пример, сбоя, если бы он меня сейчас слышал. А я же опять не согласен с этим. А вот. Значит, еще один тоже негативный момент. В 2011 году у меня были гости. Кроме учебы, учеба длилась неделю. Это было здорово. Накупили саженцев, увезли по стране, и в частности два осеку из Вологодской области. Вот. Ну, недавно мне прислали ролик, господи, прошло 11 лет. Я, летние, это самое, и зимние, летние фотографии, и зимний ролик. На летних фотографиях в моей же деревне, на многих яблони, груши, довольно прилично. Но часть все-таки выглядит довольно бледно. Вот. И не высокоросло, и плохо росли, видно. А вот зимой, когда увидел ролик, это я прямо с экрана фотографировал. Вот. Сам автор, то есть сам человек, который ко мне приезжал, он сад занимался не он. Ну, у него есть основное занятие, главное занятие в жизни. А сад он сад он любит. Он передал уход за ним другому человеку. А другой человек, это вот то самое, вот то самое. И это другой человек сделал штамбы. Это я, крупный план с экрана. Вот видите, это не мой палец, это его палец. Вот. Вот это вот, на мой взгляд, страшная вещь. Как бы мягко сказать, это получается, опять шашкой машу. Вот. Довольно мягко сказать, что это ошибка, 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 ошибка. Это он показывает, как он делал штамбы. Убирал внешние ветки. И ветки, большинство, горизонтальные, похожи их в таком состоянии. Ну, как бы их насильно, вот так вот. Чтоб они насильно бы изгибали. Вот. Это мне тоже не понравилось. Дерево само знает, когда ему гнуться, например, под урожаем. вот. 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 Вот такой. Значит, что надо делать самим? Вот. Потому что любое дело можно нарушить тем, что большинство специалистов, это 19 век, 20 век, технология, и в 21 веке даже не поменялось ничего. Вот. Правда, было сказано, что холмы сделаны по железу, но это мало оказалось. Вот такие дела. Постарался без фамилии и прочее, прочее. Вот это, чтобы тему эту продолжить, вот это вот фотография сделана в моем саду. Сейчас поймите. Я должен свои слова доказывать. посмотрите. Дерево лет 20-25. Точнее, не помню. Фотография почти свежая, поздно позапрошлом году. Вот. Посмотрите. Значит, это легко установить, что тогда меня еще было легко в те годы обмануть. И я делал рано на кольцо, но уже у меня какое-то интимитивное было, хотя я иногда думал, что кто-то мне по ночам нашептывает, не делай рано на кольцо. Мне кажется, что откуда бы я это все знал. Все странно знают, что рано на кольцо это освещено веками, а я считаю, что это страшное заблуждение и смертельная ошибка. Вот. Вы уже так видели, вот эти вот попочки, это уже я, рука уже старалась оставить хоть вот столечко, вот видите. Хоть вот столечко. но тем не менее я пытался загубить это дерево, видите, а оно сопротивлялось. То есть, если приглядеться, вот это слева, это уже, сейчас поймите, дальше идет патологоанатомия. Вот это вот слева, это уже часть выросла сама по себе, здесь теперь идет типа это самое проводимое отрасли по новой на погибающем дереве, а она восстановилась, сосуды теперь вот здесь. Еще дали новую ветку, которая ненавидит сюда и ниже Руси, и ниже метра вообще не положено, вообще не положено, вяжется. Я же уже повыдел в то время и уже вырезать ее не стал. Пусть себе ползалось, а что мне мешать. А еще вот если посмотреть с этой стороны, вот смотрите внимательно, то же самое. вот выше, вот если видно, если видно, вот здесь уже пошли новая как бы это самое, новая часть отрожшая, а то, что скукожилось это все, это все отдано для этим самым. Естественно, благодарю и говорю спасибо. Я говорю про все грибы, все виды грибов, какие я только знаю, атаке грибов пока не нашел ни одного, только в теории и практике я их не вижу, потому что мои деревья не погибают и это дерево живо, вот, и до 20-х годов, 20-х годов, но до логии дартолии 20-30-ти, уже считать перестали. Понятно, да? и таким путем получается так, дальше что будет следующее, последние два года, вот это все выедается с помощью, причем, это их честная законная работа грибами, так, ну, трудовик, скорее всего, вот именно вот это, и, внимание, наступает момент величайшего события в моей жизни, я, у меня не было, клянусь богом, вы знаете, как я боюсь богу шутить, вы знаете, как мне прилетало когда-то, поэтому я говорю абсолютную правду, я выпилил порядка 25-30, я не говорю абсолютно здоровых, но если в 22-м году эти деревья дали рекордные для всей России в России, можно их считать обреченными, а я их выпилил, вот, если польза, ну, мне столько уже не надо было, и плоды, сами знаете, раскупаются плохо, большинство из них, это все, знаете, сыновья бальдорского абрикоса, вот, косовские раскупаются плохо, плоды я не продаю косовские это, хотя они имеют вся ценность, ну, хотя бы вот эту пользу, вот, посмотрите, вот, снимайте этот снимок, я обязан вам сказать, почему, потому что это единственные снимки, хотя такие, пилят их миллионами, понятно, рано или поздно деревья гибнут, их пилят, на здравах, вот, а это первое вот так получилось, что на всей планете нашёлся человек, который всё это именно трансформирует в науку, в учёбу, посмотрите внимательно, что происходит, посмотрели, смотрим, итак, происходит следующее, да, серединка пропала, никогда не думал я бороться с этим, не выскребал, не замазывал, и уже тогда бы не было об этом дерево, началось это, видите, фотографии в 20-м году, но на самом-то деле это было сделано даже не в 20-м, то есть началась эпопея, а 10-ю годами раньше, ещё раз говорю, я был туп, как пробка, если мне приказывали резать, я резал, но я уже резал интуитивно не, уже не так, вот, ну, потом проясним, итак, посмотрели, типичная фотография в разрезе, почему, у меня такие фотографии сотни, это надо выпускать отдельную фирму, книгу, может быть, монографию, это должен быть отдельный курс лекции, студенты, мы ещё об этом поговорим, друзья, вот, а пока смотрите, что происходит, итак, здесь выедается всё, нет, не так, уменьшляется морозом, потом гриб, кто-то их всё это съедает, причиначится, заметьте, но дерево каким-то чудом обрастает с двух сторон, с этой стороны, и теперь вот это абсолютно живая часть, с этой стороны, а теперь обратите внимание на что делается вокруг, давайте ещё больше, а вокруг вы видите дрова, вы видите, что они, вот они, срезы, да, один срез, они абсолютно здоровые, то есть, это было выше, ну там, где почти, это скелетные ветки, эти скелетные ветки были абсолютно здоровые, без признаков умирания, и 25-30-летним деревьям предстояло ещё, может быть, ну нельзя сказать, что после урожая, вряд ли он, этот урожай, предельный урожай, рекордный урожай для всей страны, вряд ли он был смертельно опасный для будущего, это дерево, ничем не убьёшь, кроме бензопилы, вот оно, ну что, убедил чему-нибудь, идём дальше, вот, я выбрал вот это дерево, слава богу, оно живо, ещё, когда фотографии, в 20-м году, до него пила не добралась, значит, здесь происходит следующее, и будет, смотрите, обошло с этой стороны, вот это вот, везде, где вы видите, когда треснула старая кора, а почему она, а молодая, вот она светлая, она нарастает, запоминайте, это к тому, чтобы не повторять эти глупых ошибок из интернета, и это, многочисленных ошибок, а вот это, смотрите, лопнула кора, видите, то есть, дерево живо, что произойдёт дальше, вот, это моложе, ну, ему, лет 15, так, да, где-то лет 15, это тоже мой сад, вот, что будет потом, если сейчас спилить, вы уже увидите, ну, поменьше рану, но всю вот эту картину, эта картина, восстановления, после морозобоя, страшных, природных, ведь это Сибирь, ведь сколько, как бы то ни было, он 15 лет, а несколько 40 раз, зим позади, не положено, жить, в таких условиях, значит, единственный выход, выводы, пусть предварительные, но говорю, оставьте дерево покоя, у меня, за все 40 лет, погибало пару груш, сгнили, потому что, посажены были в яму, так, полумертвую, одну сливу спилил, тоже рассказывал, весь его путь, до 35 лет, всю карьеру, посажены в яму, так, и один абрикос, который оказался в глубокой яме, а сейчас спросите меня, как он там оказался, вот, я сам не знаю, ему тоже было за 30, не помню, вот, он сгнил наполовину, уже с чистой стороны давал отводки, я его выпилил, лет 5 назад, это единственная моя потеря была сознательная, видно было, не желез, догнивает, это за всю историю, представляете, имея право говорить, что вы не трожите, вот, почему, огромное количество у меня фотографий, я их делал с экрана, вот, потом как-то покажу, или даже не показывать, нельзя же учить плохому, как в том этом, в Иралаше, вот, не, 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 это, не должен свать, когда он учит плохому, так вот, я хотел этим сказать, что, оптимальный вариант, это когда не подходишь к гереву, вот, сказали, что меня очень мало людей слышат, ну, это, знаете, как, ну, я как художник, вот, я сделал эту фотографию, да, вот, ну, что ты поделаешь, когда, я вижу, что, с одной стороны, уже дерево практически мертво, а с другой стороны, у него, вот, если вот, если смотреть сверху, вы бы увидели, что здесь вот такая же картинка, вот такой же, вот такие же, вот такой же нарост, да, вот, и это дерево, вот это дерево, да, вот оно, дело в том, что, видите, вот это, как это называется, беседка, легко ориентируется, она легко ориентируется, это лишний раз говорит о том, что даже вот такая страшная рана, это еще не конец карьеры, вот, идем дальше, посмотрите, еще вот этот вариант, я хотел только одну фотографию показать, но потом думаю, ну, я как художник, ну, как вот это все мое, это мое, 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 это должно стать, еще раз говорю, когда-то, я уже начал, помните, последний фильм назывался, для новичков, запитая студентов, студентов это учить не будут, потому что, вся вот эта, наука моя, предается анафиями, то есть, вот сейчас надо было взять, это самый малый, щетку, и начать вот это все вырезать, я это оставил правую, покоя, она взяла, и родила вот эту, ну, ясно, что вот эта ветка лет на 5, а может на 10, старшего левой ветки, вот, родилось то, что называется, жаровик, который надо уничтожить, и две ветки, только плохо видно второе, а вот, тем не менее, а прививка ниже, у меня всегда прививка у земли, и тогда получилось, что, значит, пусть себе эта ветка умирает, но дерево получается, как бы, бессмертное, оно спасло с тем, что выбросила ветка, вот эти вот, и они прекрасным образом, плодоносят, вот так вот, вот такой пример, то есть, на одном примере можно сделать ошибочные выводы, можно, это, надувать щеки и говорить, я прав, я бы таких сотню, две, посмотрите еще, видели, вот это дерево, это не та фотография, только другая фотография, вот, вот так вот оно бывает, ему было одно, потом начало, вроде бы, это самое, подвергаться страшной опасности, само себя спасло, серединка уничтожена морозами, не грибами, еще раз говорю, не грибами, если ему еще дать несколько лет, еще раз говорю, я железо вспиливал абсолютно от деревьев, которые в прошлом году дали рекордные урожаи, все деревья дали рекордные урожаи, все, десятки, и тогда обратите внимание, еще бы несколько лет, серединка вообще была бы пустая, так, а дерево, плодусимо, как ни в чем не бывало, да, Сибирь, да, морозы, но, как видите, тут надо было написать, не смертельно, вот, ну, сами понимаете, если у меня, вот это дерево, какая-то каракатина, обратите внимание, вот если вот эта ветка, гневая фактически, да, она уже вроде бы ожила свою, кстати, плодоносит, даже она, но, самое главное было, не лезть не в свое дело, дерево выбросило побеги, как оно их выбросило, почему так выбросило, почему раскорякало, вот, это ее личное дело, вот, и никогда, ни один человек, с помощью секатора, может быть, даже, гуманист, то есть, навтыкает коля, подвяжет, изогнет ветки, не отрежет, а изогнет, так, и скажет, чтобы было лучше, он никогда, своего, цели не достигнет, и не сравняется, с самой, с геномом, с, с, дерево, с тем, что упрятано, в его генной памяти, это бесполезно, это должно стать одним из законов, вот, на первом занятии, преподаватель, студентам, должен это сказать, потому что за ними будущее, они сегодня не умеют выращивать дерево, ни один выпускник не умеет выращивать, а, два умеют, Матвеева и это, и Савинич, ну, маловато для стороны, согласитесь, может быть, где-то кто-то подглядывает из них, так, ну, кто-то же, ну, сейчас мало, когда-то 300-500 человек каждый день заходило на мой сайт, а там же сплошная моя учебная, это, литература, учебная, моя личная, чужого нам не надо, а, сейчас пусть их будет всего 60-80, да, то есть, в пять раз меньше, но, может быть, кто-то все-таки хоть тайком подглядывает, но это все равно не решает проблему, вот, сейчас я объясню, почему, значит, моя задача, пусть это уже не всем даже понравилось, то, что я сейчас скажу, ну, нет бы чего попроще, а тут, да, гораздо сложнее, итак, я напоминаю все еще, вот, надо быть, зараза, где, с листиками, с листиками, с листиками, это не по теме, не по теме, ладно, господи, где мне взять сейчас, ладно, я пока скажу общими словами, а потом буду доказывать, итак, независимо от того, как дерево решило в горизонтальной плоскости развиваться, вертикальной, под наклоном, конец общения, все это выравнивается, это тоже буду доказывать, выравнивается, если сделано сильно горизонтально, надо выбросить центральные побеги, вот, понимаете, если вы примете, чтобы центральная была, надо сбоковые побеги, горизонтальные, или полугоризонтальные, то есть дерево не обманешь, но главное-то нет, любое дерево имеет свойство, я его называю, это самое, закон подсолнуха, помните, это, ну, прошло три года, допустим, я про этот закон свой, я выведен, я уже рассказывал, помните, солнце светит, а подсолнух вот так вот, как бы, за ним голову поворачивает, где у него мышцы, я не знаю, но поворачивает, а здесь получается следующее, форма дерева подразумевает, что, это важнейший момент, это один из законов, которые должны быть студентам, биты в голову, потому что, иначе все, вся агротехника превращается в одну большую, гигантскую ошибку, это поймут меня сейчас все, только, ради бога, не отключайтесь, смотрите, итак, каждый лист, это солнечная батарея, вот, это производство, с помощью фотосинтеза, глюкозы, и прочее, 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 так, сределением кислорода, и так далее, все, дальше, глубже не копаю, но, что для этого надо, для этого надо, чтобы по отношению к площади листа, солнечная ночь, делся, ой-ой-ой, ой-ой-ой, так, ладно, мне сейчас, я боюсь таких звонков, ладно, пойдем дальше, значит, обычно, вдруг там сказано, что плохо слышу, еще что-то, ладно, договорю эту мысль, потом пойду на кухню, и перезвоню, так, смысл, солнечный луч, деревья устроены так, именно так, независимо от того, вертикальная ветка, горизонтальная, вверх смотрят, не смотрят, чтобы, по отношению к листу, к солнечной батарее, солнечный луч, падал под прямым углом, по возможности, поэтому любое уменьшательство, когда меняется, с лучшими намерениями, меняется форма, не форма, а влияется, меняется расположение листа, и теперь уже не под прямым углом, а под уклоном, количество, под синтез, как явление, операция, как это, будет хуже, а раз он будет хуже, значит, дерево будет страдать, только потому, что повернули, повернули ветку, и теперь листья будут под другим углом, и это уже начало болезни, об этом ни один человек на планете не знает, не знает, вот это, вы, не то, что первый, я уже второй или третий раз говорю, вот, брат, прости, ну, я не то, что шашка, я говорю сейчас о важнейших законах мироздания, и о том, что нельзя в них вмешиваться, вот этот момент, вы сами можете подойти к дереву, посмотреть, нет, оно имеет запад, восток, север, юг, естественно, что листья все не могут находиться под таким углом, но это называется максимально приближение к этому, любое, подойдите, берите ветку, на ней метровая ветка, так, и чуть-чуть согните, и посмотрите, угол, под которым листья расположены, будет какой, другой, а второе, это еще есть такое понятие, лист как, а он еще сформирован, он имеет ребра жесткости, наклон, соответствующий, о чем мы говорили, он имеет форму, чтобы еще и воду управлять водными процессами, это второе, если вы меняете наклон ветки, вы же теперь, она не туда пойдет, вода, куда природа предназначена, например, на кончике корней, которая расположена на максимальное удаление дерева, а вы поменяли, и теперь что получается, опять мешали жить дерево, это как пол сам текло, в рот не попало, понимаете, вот, вот видите, сколько я наговорил, сейчас у нас 40 минут прошло, мне нужно, на кухню, там голосовая связь, мне без причин, в это время, не звонят, не пишут, без особых причин, я так устроен, такая у меня судьба, постарайтесь это понять, я не думал, чтобы вот так подробно говорить, сейчас бы вам это же, показать, вот сейчас прямо это же, то, о чем я говорил на практике, но мне кажется, что здесь другого нет, и вы это сами поймете, что менять секатором, и даже без секатора, казалось бы, гуманным способом, меняя наклон, этих самых, листьев, а значит, веток, это, была допустима, огромная ошибка людей, которые не понимают ничего в фотосинтезе, не понимают строение дерева, не понимают, зачем нужен лист, ну еще, еще секунду, вот, да, это еще пока, у нас страна, немножко отстала, но где-то у кого-то есть эти самые, на крышах, есть солнечные батареи, ну возьмите эти, вот они, это, ясно, когда солнце всходит, когда заходит, когда солнцепек, когда это самое, максимально, как это называется, когда солнце, в верхней точке, забывать начинаю, вот, и вдруг, возьмите теперь, поменяйте ему расположение, у вас просто меньше пойдет энергии в дом, дом начнет замерзать, поняли, дом начнет замерзать, дерево начнет, это, плохо готовится к зиме, и так далее, все, друзья, я за одним чайку подолью, я на пару минут, и надо услышать это, это жизнь такая, не я такой, так, знаете, вот эти вот, искривления, искажения, эти формы, которые, чаши, высокие штамбы, страшными ранами, вот, гнутия, проповедуются, я могу назвать три фамилии, ну, а, 4, 4, я имею ввиду только те, кого знают, что они выпускники, Тибирской академии, но по миру уже трясти не буду, на основании того, что я сказал, несколькими минутами раньше, это выглядит как, это самое, как будто я их, это, ну, носом, их, ну, не то, что они, они просто, жертвы, самой системы, эти жертвы не допускают, каких-то новых знаний, ну, вас поздравляю, узнают теперь больше их, и больше их преподавателей, так, ну, пойдем дальше, не удержался, вот это вот, моя фотография, два года назад так выглядел, этот же самый, патриарх, вот, ну, вид сбоку, вот, посмотрите, как он, с годами, оброс мхом, так, ну, что я вам скажу, ну, оброс, оброс, естественно, уже, это, вот, вот так вот взять, вот так вот, и просто сказать, что мне делать, уважаемые специалисты, отправить на тот самый сайт, где меняют подписчиков, если они не узнают, там, причинник меня не знает почти, вот, вот, а если кто-то не догадается, если кто-то догадается, что это прикол, вот, будет приказано, все это соскоблить, а значит, убить дерево, значит, что надо делать, не подходить, да, и заодно скажу, значит, я обращаюсь к той даме, это, это самое, Гречишникова, которая хочет спасти патриарха, я когда-то подарил полтысячи, детей с него, так, ну, я имею в виду, кошки, это дети, вот, детей всего полтысячи, она вырастила сотни, сельцев, сейчас я высылаю три веточки отсюда, выбрал самое-самое, вот, и она попробует возродить его, потому что, вот он уж точно умирает, он искалечен, смотрите, вот эту рану, видите, это железо, ранее, ну, называть себя дураком, вдруг перелипнет, вот, вот видите, рано на концу, вот рано на концу, и с той стороны страшно, рано на концу, вот так это выглядело, поняли, вот, поэтому он исполнил 40 лет, в 40-летие в юбилей дал 40, этих 40 ведер, абрикосов, фотографии есть, все есть, посмотрите, скажите, да там не 40, там больше было, да там было даже больше, чем 40 ведер из одного дерева за один сезон, и тогда она решила возродить, я ей передаю привет, значит, и ячистикой Татьяне Александре говорю, пожалуйста, возрождайте, несколько человек отговаривал у меня пилить, мне тоже интересно, но еще раз скажу, что будет, еще год он просто побудет, посмотреть, ну, ну, что ж, пилить-то, ума много не надо, еще как минимум год, посмотрим, как дальше ветки отсыхать будут, потом, скорее всего, обмолажившая обрезка, вот тут, смотрите, это же учеба, ребята, вот, под самой, вот, где верхний срез, вот, как раз, вот тут, будет отпиливана основная ветка, и вот тут, вот, опять же, где срез, вот, вот, как раз, где рамки, где он, это, не вмещается в рамках, вот здесь будет второй срез, и это, она выбросит ветки, Вот такие вот, вот такие вот, вот такие вот, сейчас, вот такие вот, вот как эта ветка, видите, что все ветки, она выбросит таких десятки веток, и мне бы еще 10 лет прожить, интересно, отметить ли дерево 50-летие, то есть полностью выпиливать я его не собирался, когда я сказал выпилил, это был шаг отчаяния, у меня огромное количество, у меня сотня трехлитровых банок, косточек, только его детей, вот, но другое дело, что они никому не нужны, вот, начал я, видите, здравие, оставьте дерево в покое, вот, закончил за здравие, то есть, вторая молодость, дерево впереди, была еще обрезка, это еще не конец, вот такие дела, идем дальше, Как видите, сегодня тема такая, вот я это дерево сфотографировал ради вот этой раны, значит, здесь там происходит тоже самая картина Поелась рана, вот, она сама по себе будет, ну, вы знаете уже, ведь придумать цементирование, даже такое, дупло, надо цементировать, то есть развести цемент, и бах туда, и все, и раны нет, ура, ну, собачья, вместе с цементом туда пойдет мороз, вот, и там начнутся гневостные процессы, А вот как оставить его в покое, так, значит, получится, ну, возвращаться обратно вверх не будем, вы уже видели, что получится Вот, ну, такие раны, откуда она взялась, и почему она такая? Обрезка на кольцо Вот, ну, я уже таких вам надоел, но все-таки, вот это дерево обрезано тоже на кольцо, смотрите, что получилось Это мой богатый архив на все случаи жизни Значит, обрезка на кольцо Так, причем, как полагается, она не полностью заподлицо, тогда бы рано было еще сильнее, а с небольшим наплывчиком, в результате все равно сюда прошел мороз Все вот это вот место было уничтожено морозом Здесь внутри страшная мертвичина, страшное кладбище этих мертвых клеток Вот, вот столько, вот смотрите, я обвожу курсором, видите, так, могу еще сделать крупнее, мне не жалко Вот, любуйтесь, последствия этой раны Вот, вот это все Дерево пытается восстановиться, смотрите Вот, это, вот где посветлее, кора лопнула Это сейчас, вот здесь вот, мимо этой раны Идет, внимание, здесь увидели Слева, смотрите, слева, вот причина подреснулась То же самое, кора треснула Вот, это уже, там идут соки, там уже целенькие сосуды Вот, целенькие тут, целенькие тут Вот это постепенно все будет съедено этим самым грибом, тортовиком и поделом Это его работа Спасение предлагает такое, опять острыми предметами все содрать Даже вырезать Ну, а потом вспомните Вот, представьте себе, вы берете Это современная статья Из той же превесательного Да, из превесательного хода, современная статья После того, как все это вырезали С мясом вы должны взять Ну, представьте себе, какую-нибудь миску Туда, до этого, глины Жидкое и жидкого дерьма, коровую Свежего, заметьте Вот, размешать Чувствуйте, как у вас поднимается настроение Заниматься садоводством И все это замазываем А результаты, вот, никто никогда не сравнил Вот, допустим, взять 10 деревьев или 100 Половину вырезать, половину ставить в покое И сравнить Вот это, до сих пор, никто не сделал Кроме одного человека на всей планете Извините, что я показываю пальцем на самого себя Ну, вот, посмотрели мы, идем дальше Нет, еще не дошли Просто, крупный план мне помешал Делаю поменьше Смотри, теперь вверх Итак, железо ранее Не заметьте Раньше себя называл Знаете, как? Сейчас придумаю Если есть ранее мечерин и позднее мечерин Это два большая разницы Так и я тоже Я это две большие разницы А ранее, вот он Значит, вначале я уничтожал с помощью облечка на концу Прошли годы Смотрите, теперь И вот теперь, когда я оставил вот такие вот Здесь, здесь Теперь, вместо страшной раны Все-таки относительно небольшие Я теперь называю вот эту часть пробкой Наоборот, не пускай туда мороз Здесь мороз был пущен Так А теперь, представь себе, вот такие баран Три, пять, восемь И тогда дерево было бы мертво Ну, слава богу, вот После нее, вот, смотрите Никаких следов и отлений Видите? Ну, как? Припел Еще, еще немножко Я вас оставлю в покое Я где-то вам показывал другие фотографии Но смысл был такой же И такие же красоты, чего были Почему я не могу остановиться? Мне надо, чтобы однажды Сегодня 260-й вебинар Может, на 2199-м Может, на 320-м Заглянет сюда, если не президент страны А хотя бы президент Академии наук Вдруг кто-то скажет Ты загляните вот туда Вот она там вся правда Это же не просто слова Там все на это Изображено так Вот, пожалуйста, еще пример Неужели это не пройдет президент Академии Ну, который тоже знает Что обрезка на кольцо священна Итак, вы видите обрезку на кольцо? А я тут ни при чем Это с этого Это прислали Вот так люди борются Вот они доборолись, смотрите А теперь смотрите Оно надо было вот это Вот это было потом Это человек, который учит нас Но почему он не научил нас Чтобы вот эта вот рана Маленькая рана Смотрите Вот вся рана Пятачок, да? Даже нет В 10-ти рублевом Ну, в общем, мелкую монету Посмотрите, какой страшный получился финал Видите? Согласны, вот эта несовместимость Маленькая рана Ведь где нет раны Там же кара целая Огня рана Там было Вот это все Это уничтожено Вот, но Я вам сразу скажу, ребята Это не каждый бы заметил Это надо Особо иметь взгляд И хорошо, когда студенты Этого научатся Дело в том Что человек Начал готовить Что? Человек Начал готовить Лечение Он взял Острый предмет И все Что вот это Там были Эти грибы Там была Мертвичина Он все это вырезал И вместо просто раны Вот таких, какие я вам показывал Помните? Сколько я вам показывал Вместо просто раны Даже такая рана Оказалась не смертельной Он все это вырезал И решил, что теперь Он спас дерево Вот Но начинать-то надо было С другого Если бы он Как учитель Как специалист Это его мнение Что надо все вырезать Я считаю, что это ошибка Которая усугубила Положение дел И уже Как говорится Мертвого припарха Это я так считаю Вот Но он должен был начать С другого Была совершена Страшная ошибка Была сделана рана На концу Которая привела К тому, что Здесь все омертвело И я Как учитель Учу вас Вырезать все это А потом замазать Да вот Если бы он хотя бы Начал с того Что не было бы Этой раны Не было бы Вот этого страшного И не пришлось бы Вот так делать Пусть он Ошибается Не надо вырезать Вот И так делать Вот Вы поняли Теперь Откуда ноги растут Все от той же Раны на концу И тогда Я вижу Что раз человек Не понял Что он натворил Сделал вот эту рану А видит А видит только Последствия Это же На всех схемах Вот такие ранги И написано Правильно Обрезка Правильно А чуть вот такой Этот самый Сучок Уже пишет Неправильно И считает что Сучок Приведет Загниванию А вот это нет Вот Вот это все В порядке А ему Бедному Пришлось брать Скорее всего Стамеску Наверное Стамеску И все это Вырезать Представляете Научил родной И вот тогда Я написал Это я уже Досада Отчаяния За что Меня и ругает Брат Правильно Один В основном Меня хвалят Ребята Ученики И слушатели Что я много Шашками Бышу Но я не выдержал И написал Вот этому Специалисту Который Спорой Искалечил А потом Начал лечить Я написал Спасибо Отец родной Научил нас Убогих Тупых И недоразвитых Совет Ну хватит На показ Выставлять Своё невызество Тут еще Это Пропускаю Чтобы не усугублять Помню слова Брата Меньше шашки Маши Ну и Чтобы уже Закончил Эту тему Итак Один раз Рассказывал Ну как бы это сказать Настолько Это Заблуждение Настолько оно В ходу Что Однажды На страницах Вот скажите То ли Фазенты То ли Тоже Представительного хозяйства Меня печатали Одно время То ли Толока Крупнейшая Белорусская газета Меня печатали Я забыл Там было То что называется Комментарий И вот Это еще Когда Бумажный Текст был На бумаге Не в интернете И вот тогда Человек Который Подписался Доктор наук Он В свое мнение Сказал Что Ну Еще Тогда Я воевал Вот с этим С этим С этим А я воевал Вот Он написал Все это не так Все неправда Уважаемый Этот самый Автор Статья Это я Не прав Почему Вот Он написал Раны На кольцо Безвредны Так как Температура Снаружи дерева И внутри дерева Одинаково Вы понимаете Вот То есть Он не видит Что там же Живая ткань Да А мы рану сделали И туда пошел мороз Как могут выдержать Без коры Кора же защищает И в 40 градусов Чем заше дерево Тем толще кора Молодые дерева Подвергаются Страшной опасности Часто гибнут Которые выдержали Матереют Вот Становится Уже это Ну попробуйте Ранку сделать И мороз внутри И сосуды там А я же вам показал Суть и фотографии Мне кажется Сейчас уже не один Ведь у меня же Что получается Разделяют Брат на части Получается 5-10 фильмов После вебинара И вот это тоже Будет выделено Вот эта тема Отдельная Да Вот И Комментариев нет Фактически Редко-редко Типа Слушайте Железова И восклицательный знак Почему Я вначале Обижался Правильно Спорить Это не о чем Это когда Это А до этого Человек Все искренне считают Что Вот это все правильно Увидит Не обратит Внимание На ранное кольцо Следует За автором Вот так же Выдолбит Вот так же Замажет И знать Не знает Что лучше бы Его не делать Рану И тогда Значит Получается Следующее Температура Если одинаково Это был Домод Доктора наук Мне кажется Этот доктор В садах То и не бывал Такое бывает Его научили Он учит Вот Но Эта дама Доктора наук Она привела Интересный пример Помните Я один раз Не выдержал Уже заранее Он сказал Он сказал Почему Рана на кольцо Безвредных Возьмите Грит шубу Вынести На мороз Но мне так Этот пример Понравился Хотя он Глупый На мой взгляд Вынести Шубу На мороз И окажется Что если На мороз Допустим Ну не называл Цифры Ну допустим Допустим Внутри Минус 30 На улице То внутри Шубы Будет Минус 30 А почему Доктор Не догадался Что Внутри Шубы Там может Быть И будет Минус 30 В чем Я кстати Сомневаюсь Потому что В шубе Много Шеи Или там Извините Этих Ну не до Слово выбрал Простите Ну что бывает В шубе Много Микро Микро Организмов Живых Согласны Шуба живая Нет Помните Анекдот Мужика Поймали Который Спрятался В шкафу Любовник Что тут Делаешь А я Боль Вот Шубу Ем А куда Ты с шубой Пошел Я дома Доем Вот Понимаете Вот То есть Пример Какой-то Странный Я не говорю Глупый Странный Внутри Шубы Да Но дело Это еще В том Что Еще Не только В этом Дело В том Что Дерево В 362 Дни В году Не спит Ни одного Дня Она Может Умереть И тогда Только У нее Будет Минус 32 Из 33 Но вы Согласны Со мной Ведь там И идет Внутри Пусть Зимой Медленно Полусонном Состоянии Я только Вчера Начал Сверхи Ужидал Пока Уснут Но там Все равно Происходят Окислительно Остановительные Процессы Там Идет Работа Она Живая Там Делятся Клетки Вот Там Пусть Медленно Но Сосуды Каждую клетку Собжают Кислородом А не Снабдите Вы ее Кислородом Это я Не оговаривал Собжал Ну В общем Раствором А раствор Этот Не замерзайся Стоит Ему Не поступить Значит Клетка Умерла А вот Уже Уже Какие-то Ранки На дереве Потому Что Там Рядом Три Потом Восемь Потом Три Тысячи Клеток Рядом Умерла И вот Уже Грибы Караул Грибы Вырубим Замажем В общем Все возвращается На круги Своя Вот Я был Обязан Все это Сказать А вдруг Последний Вебинар На моей жизни Поверьте Мне Я не шучу Я стараюсь Рассказать То Чего На данный Момент Не знает Ни один Выпускник Где мережики Вот Очередной Доктор Наук Это Все Я не Придумал Это Все Было В газете Вот Все В газете И тогда Я сказал Себе Пусть Нудно Пусть Опять Брат Скажет Я Обязан Был Это Сказать А Сказать Просто Не Делайте Раны Точка Вебинар Закончится Тут же Как Не успе Начаться Вот Ну а я Пишу Что я Вынужден Вывод Сделать Я Практически Проиграл Меня Слушают Сотни А Мои Компоненты Слушают Миллионы Поверьте Мне Миллионы Одних Студентов Сколько Вот Один Из Премьеров Вот Уже Когда Это Не стал Стирать Почему Хотя Брат Опять Скажут Груши Особенности Летние Обрезки Убираем Жировики Летом Стоит Вот Это Сделать Это Мой Ответ На Тут На Тот Ролик Мало Того Что Это Ошибка Страшная Вот И Убрал Возможно Жировик А Вон Там Смотрите Сбоку В Дерево Старое Видите Маленькая Веточка Это Здесь Как Жировик И Вот Здесь Возможно Он Отрезал Как Жировик Вот А Если Это Делается Летом А Когда Зарстать Будет Раз Но Это Еще Не Все На Самом Деле Жировик Это Будущая Крона Они Появляются Только Когда Сама Основная Крона Начинает Портиться Гнить Заберзать Заболевать Вот А Он Этого Не Знает Поэтому Он Оставляет Крону Которая Уже Подпорчена Но Внешне Кажется Пора А то Что Жировик Это Сигнал Опасности Караул Храни Жировик Храни Как Будущую Крону Тебе Что Он Мешает Пусть Он Не Сразу Покроется Как За Той Спиной Груша Если Эта Груша Нормально Развивается Веткой То Конечно Оно Будет Плодоносить Вот Буквально Видно Что Достаточно Уже Покроется И Уже Покрылась Это Жирето Покрылась Плодами А Жировик Только Обычно На третий Год Пусть Только Появляется Я Говорю Это Особая Ветки Жировик Или В скобках Волчок Появляется Обычно На нем Плодон На третий Год Это Что Причина Унисера А Он Называет Жировиком То есть Он Считает Что Никогда Плодоносить Не Будет Оставляет Старую Крону Обреченную Жировик Просто Так Не Появится А Жировик Убирает Представляете Сколько Вы сегодня Услышали Особенно Новички Вот Просто Фотография Под руку Попалась Тимофей Николаевич Господи Вот Я надеюсь Что Хотя Сейчас Он Больше Занимается Это То Что Информатика И В саду Сейчас Редко Бывает Но Я боюсь Надеюсь Что А даже Гены Эти Все равно Простутся Вот Они Очень Это Такие Ребята Нам Нужны Очень Нужны Очень Нужны Потому Что Вы посмотрите Вот Извините Стариковское Это Дитье Вот Показывает Басту Да Гигантский Стадион И Нет Вообще Места Плотными Редами Плечо К плечу Спина К животу Живот К спине Вот Огромные Десятки Тысяч Людей Они Не Просто Слушают Музыку Они Писнуются А посмотрите Шаман Выступал На днях Десятки Тысяч Людей И Что Интересно Да Я даже Не считаю Что он выдающийся Он расхрученный Но Это не Дени С голосом Дения И с этим Как называется Слухом Дения Не И песни Не самая Выдающаяся Самая Выдающаяся Песня Слухом Поднимают Настроение Вот Но Людям Нужно 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 Впадать Транс Они Зависимы Вот Эти Эти Люди Никогда Не Вернутся В сады У них Уже Вот Эта Часть Мозгов Уже Не Восстановится И У меня Такое Подозрение Что Большая Часть Людей Которая Там Присутствует И Уже На входы Начинает Пичкать Наркотиками Вот Для того Чтобы Как раз На них Заработать А у них Чтобы Это Состояние Было Я боюсь Что это Так Там Даже Может быть Водки Вина Или Пиво Меньше Чем Наркотиков Вот Это Страшная Вещь А Как Детей В сады Это Особый Разговор Вот Есть Мысли Ну В другой Раз Ладно